Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стекелинбург. Вы смотрите 279 серию. Добро пожаловать! Так, я дала действие дать лекарство пациенту, но что-то пациентка от нас убегает. Пациентка, ты куда? Мы тебя лечить будем, не убегай! Мы тебе сделаем укол от ламового гриппа и все будет в порядке. А пациентка нас боится и не хочет уколов. Ты че такая трусишка-то? А, ей не нравится, что... Ой, боже, у нас тут прям поломка. Так, иди давай. Слушай, пациентка, ты наглая? Иди. Как ее провести, эту накойку для медосмотра? Иди давай ложись, будем делать тебе укол. Нам нужно дать тебе лекарство. И вообще, пожалуйста, не усложняй жизнь нашему врачу, потому что и так дел полно. Слушай, Дерек, ты тут лужу какую-то налил, интересно. Я надеюсь, что это не конфуз твой был. И почему сломана чрезвычайная ситуация на работе? Сообщение для персонажа по имени Эйприл Стыкиленбург. Фармацептическая лаборатория завалена заказами, поэтому вам были отправлены образцы тканей с грифом секретно. Пожалуйста, получите образцы в регистратуре, незамедлительно проанализируйте и составьте протокол. Ребята, у меня такое в первый раз. Я играла в летсплей на работу, но у меня чрезвычайных ситуаций на работе не было. Так, баба, ты понимаешь, что там чрезвычайные ситуации? Нам некогда быстро взяла лекарство, то есть укольчик. И все, и не рыпайся, и не вставай никуда, потому что некогда нам. Внести данные срочного анализа. Так, регистратура, наверное, здесь где-то это, да? У мужика? Не, нет, у него... Наверное, на компьютере. Я, ребят, не знаю вообще, как это делать. Пациент поправился. Так, это хорошо, что пациент поправился. Где мне читать доклады? Так, подождите, я нажму на паузу, потому что я не могу понять. Введите результаты анализов доставленных образцов в рабочий компьютер, чтобы лучше подготовиться к грядущим открытиям. Внести данные срочного анализа. Практиковаться в программировании. Я понятия не имею, где это действие. Обновить историю болезни. Читать доклады. Ребята, что-то я не вижу. Я, наверное, опять, как всегда, невнимательная. Может быть, нам нужно этой штукой воспользоваться. Анализировать образец пациента. Ну, вряд ли. Нет. Это не то. И вот это тоже, по-моему, не то. Потому что внести данные срочного анализа. Не знаю, может быть, мы на этот комп нажмем. Хотя, мне кажется, что одно, что другое. Карьера. Вот. Нет. Найти работу, уволиться. Совсем не то. Обновить историю болезни. Читать доклады. Ну, блин. Внести данные срочного анализа. Как это сделать, я понятия не имею. Ладненько. Не знаю, ребят, как это сделать. Понятия не имею. Может быть, в регистратуре все-таки нам что-то писали про регистратуру. Может быть, взять нужно как-то... Вот. Получить. Боже, какая я тупая. Кошмар. Какой-то так все. Эйприл. Иди. Нужно сначала получить нам экземпляры. Видишь, время тратим. Непонятно на что. Давай быстренько. Иди. Взяла. Получила анализы. И пошла вносить все в компьютер. Потому что сегодня ты должна. Просто обязана получить повышение. Так, это Вики у нас тоже приболела. Но нам сейчас не до Вики. Нам нужно внести результаты. Как это сделать? Так, подождите. Я опять нажимаю на паузу. Эйприл собирает удачные образцы ткани. Теперь должна проанализировать их на химическом анализаторе. Слушай, мужик, пошел вон отсюда. Вот. Пациент секретно. Образец ткани секретно. В общем, секретно. Нужно нам отсюда прогнать Дерека. Потому что он просто оккупировал эту штуку. А нам она сейчас срочно нужна. Вторую сломал. Одну оккупировал. И вообще лужу здесь налил. Ты что себе позволяешь? Взял бы, да лужу вытер. Да. О чем ты думаешь только? Иди занимайся делами. Пациентов лечи. Ты врач или кто ты? Вот кто вот эту штуку мне починит? Не знаю. Никто ее не чинит. Уже всю серию. И, наверное, ну я думаю, что когда мы в следующий раз придем все-таки на работу, она уже будет типа по умолчанию подчинена. Так, у нас здесь Коул сидит. У нас здесь сидит Карлос до сих пор больной. И все, больше никого нет. Вот, может быть, потом мы проведем еще Вики и попробуем ее подлечить. Но пока я хочу сделать это задание. Потому что оно, по-моему, у нас в приоритете. И, наверное, за него дадут больше всего продуктивности. У нас рабочий день заканчивается в 16. Мне бы очень не хотелось оставлять Эйприл на работе допоздна, потому что это забирает наше династийное время. Вот, от наших стыкеренбургов. А мне этого совсем не хочется. Так, внести. Теперь в компьютер нужно, да, вносить? Я так понимаю. Да, внести данные срочного анализа. Иди отсюда, Дерек. Ты вообще ничего не делаешь, только мешаешься. Да, и лужа тебе не нравится. Давай возьми и вытри. Никакой от тебя пользы. Это что ты за врач? Химический анализатор сломал. Лужу здесь налил. В общем, ужас какой-то. Осмотреть тело пациента. Дать пациенту лекарства. И взять мазок. Я надеюсь, что Эйприл все это сегодня сделать успеет. И мы благополучно получим повышение. Хотя осталось нам до конца рабочего дня не так уж много. Так, давайте сразу дадим ей задание, чтобы она шла, осматривала тело. Например, Коула. Вот, дадим ей задание осмотреть тело и дать пациенту лекарства. Но, чтобы дать пациенту лекарства, нам нужен пациент с диагнозом. А такого у нас, к сожалению, нет. Пока у нас все без диагноза. Вот, и также мы можем взять мазок у Коула. Вот, уже потихонечку у нас уже бронзовая продуктивность. А, вот, смотрите, внести данные срочного анализа, это типа было главное задание, за которое нам, смотрите, аж наполовину сразу поднялась продуктивность. Нам хотя бы, ребят, сегодня получить серебро. У нас пока бронза. Я думаю, что если мы получим серебро, то, возможно, мы получим повышение. Да, уже серебро есть, и я не буду оставаться на работе допоздна. Мы попробуем все-таки еще золото получить. Может быть, получится. Но, если не получится, то, значит, уйдем вовремя с работы. Не раньше, а именно вовремя, может быть, успеем. Так, дать пациенту лекарство и взять мазок. Вот, давайте еще попробуем взять мазок. Так, серебро. Пока еще нет золота. Давай, бери мазок и осмотреть глаза. Вот, давайте мы как раз у Коула еще и глаза осмотрим. Я, кстати, вот хочу в будущем сделать еще кого-то ученым. Потому, что у нас в династии уже был детектив. Это был Блейк, отец, кстати. Наша Эйприл. Эйприл у нас врач. И, кстати, может быть... Ну, не, с Полей, наверное, ученый не получится. Потому, что Поля у нас все-таки как-то больше рисовать любила. Передать пациент. А так, у нас остались считанные минуты, секунды. Анализировать образец. Дать пациенту лекарство. Нет у нас пациента с лекарством. Где наш врач? Куда ты поперся? Что ты, застилать кровать пришел? Или с кем ты общаешься? Давайте мы передадим пациента. Вот, передать пациента. Потому, что нам чуть-чуть осталось. И мы получим золото. Давай, иди, получай пациента. Кстати, я вот совсем недавно в какой-то серии тупила. Не могла понять, как передать пациента. Спасибо, что написали в комментариях, что, чтобы передать пациента, нужно нажать на врача. Но я совсем об этом забыла. Потому, что давненько я играла в летсплей на работу. И уже многое подзабылось. Вот, основные моменты, конечно же, помню. Но некоторые вот такие небольшие детали, как, например, передать пациента, совсем уже вылетели из головы. Осмотреть уши. Давайте мы у Карлоса уши осмотрим. Карлос, какие ушки у тебя? Ну, покажи-ка ушки свои. Блин, не можем мы уши смотреть. Мы уже смотрели на его уши. Ой, у Коула есть уже диагноз. Смотрите, как быстро диагноз поставил Дерек. Он даже не подходил к пациенту. Мы только его передали, а Дерек так и сказал. А что он сказал? Я не знаю, что он сказал. Давайте посмотрим, что он сказал. Какая там у него болезнь лечить пациента? Назначить таблетки от ветров и с мешков. Видите? Дерек даже не подходил к Коулу и сказал, что у него ветры и смешки. Говорит, иди, Эппел. Дай ему таблеточку. Может быть, выживет. А может, и не выживет. Давай, пей. Не стесняйся, мужик. Ну, он не знает, что какие у нас тут врачи, какая медицина. Поэтому доверился и вылечился. О, господи, у него, да, это ж в похудейке первый сезон. У нас тоже щеголял, короче, как какой-то скоморох в одежде Деда Мороза. Осмотреть уши и читать доклады о здоровье в интернете. Короче, не успеваем мы золото получить. Ушки, блин, Карлос не хочет свои показывать. Поэтому пойдем читать доклады в интернете. Но у нас остается 13 секунд. Поэтому я думаю, что мы не успеем это все сделать. Все, пациент поправился. Коул возвращается домой. Все остальные пациенты ждут очереди. Кстати, ой, боже мой, дочка Блэр тоже заболела. Вики заболела. И Зак. Нет, это не Зак, это Стив. Я его с Заком путаю. В общем, все поприболели. Смена окончена. Ребята, наконец-то мы получили повышение. Мне просто не верится. Эйпл сегодня хорошо поработала. Она и правда может помочь пациентам в этой больнице. Теперь она фельдшил лаборант. Ее зарплата увеличилась. Было 14. Смотрите, стало 49 в час. Так она теперь круто получает. Премия. Новая одежда. Хирургический светильник. Медицинские беговые дорожки. А, теперь она может, в общем, заставлять бегать симов на беговой дорожке, чтобы, ну, обследовать там их как-то получше. И следующая смена в понедельник в 9 утра. Заработано денег 280. Ну, денег пока заработано мало, но главное, что она повысилась, и теперь она у нас уже хороший врач. Ну, как хороший врач, ну, лучше, чем была. Так, ребят, наша Эйприл прибыла домой, и посмотрите, кто ее встречает. Ее встречает Шарлотта, ее встречает Вэнди, ее встречает Вилли, и все, наверное, ей говорят, что с повышением, наконец-то, хоть кто-то из Текелинбургов, блин, добился чего-то. Стала нормальным врачом. Ну, более-менее нормальным. К сожалению, они, по-моему, сейчас у нас исчезнут. Ну, в общем, прикольно, они так появились втроем. Все как будто, правда, поздравляют ее с повышением и желают ей всего хорошего. И, к сожалению, они все исчезли. Так, Дастина нужно попросить, чтобы он подчинил эту самую стереосистему, потому что она у нас сломалась. Так, Кристал у нас там, кстати, ребят, с Кокошей играет. Давайте покажу вам. Она Кокошу обнимает, Кокошу тут целует, играется с ним. Она у нас вечное дитя, и, видите, просто млеет от наших игрушек. Сейчас, наверное, Кокоша даже от удивления откроет глаза. С ним никогда не играли взрослые. Всегда играли детишки, а тут пришла такая большая тетя и начала с ним играть. Кокоша офигеет. Да, Кокош, будешь открывать глазки? Я думаю, что он откроет. Обычно игрушки, после того, как с ними пообщаются с им, начинают глаза открывать. Ну, в общем, оживают. Видите, Кристал пытается разбудить нашего Кокошика. Поле у нас рисует. И, вообще, сегодня я планировала сделать рисуночек, совместное поле ее мамы. Как я вам говорила, чтобы Глория нарисовала их портрет. Поэтому мы сейчас посмотрим, что делает Глория. Глория у нас покушала. В принципе, все отлично. И, наверное, готова рисовать. Ты готова рисовать или нет? Давайте мы отдадим на Набаку тарелочку. Боже мой, что? Кто это? Это кто? Это Эль? Здрасте. А как ты пришла сюда? Не, я, конечно, рада, типа, тебя видеть. Но я просто в шоке, как ты здесь оказалась. Давайте мы пригласим войти. Но, может быть, это главный вход? Нет, это не главный вход. Главный вход у нас там, где и должен быть главный вход. Вот это главный вход у нас, по-моему. Вот. Давайте назначим главным входом. Что-то странно было. Походу, нет. Все-таки вот эта дверь, наверное, была главным входом. Я не знаю, что, Эйприл пришла и прямо изнутри. Короче, что-то странное. Ладненько. Мы ее, типа, то есть не Эйприл, а Эмма. Давайте, наверное, все-таки займемся рисунком, что ли, или нет. Так, все. Я хочу сделать рисунок. Я думаю, что Эмма сама у нас там не заскучает. Мы сейчас отправляем сюда Глорию. Сюда отправим Эйприл. И сюда отправим Полли. Потому что хочу сделать совместный рисунок. Все-таки долго думала, кого нарисовать. Полли с Джаредом или Эйприл с Джаредом. Давайте нарисуем все-таки Полли. Потому что... Ну, то есть Полли. И так понятно, что Полли. Нарисуем все-таки с мамой ее. Потому что Эйприл у нас кровный с Текелинбург. И будет так логичней. Вот. А Эмма у нас будет играть с Дарреном в подковы. Или не будет. Давай иди с Дарреном поиграй. Все равно делать нечего. Дарну нашему. Он у нас на пенсии. Делать ему на самом деле, правда, нечего. И вот играет, наслаждается жизнью как может. Не могу я нажать на эти подковы. Ну и ладно. Так. Стоять, стоять. Никому никуда не уходить. Так. Давайте переоденем. Полли у нас уже переоделось. Нам нужно переодеть Эйприл. Потому что она не в той одежде. Оденем ей, наверное, обычную одежду номер один. Глория, пожалуйста, вернись. Я тебя очень прошу. Ты художница. Ты должна присутствовать. Вот. Посадим Эйприл. И дадим задание рисовать. Так. Пусть тогда Эйприл у нас выполнит действие ласкать. Вот. А Глория будет рисовать по фотографии. Да. По фотографии большую картину. Глория, давай возвращайся. Быстренько нарисуй вот эту вот замечательную семейную сцену. Потому что скоро наше поле подрастет. И мы уже этого не сможем сделать. Так. Вот. У нас уже появилось такое замечательное действие. Блин. Как-то волосы Эйприл не очень хорошо здесь смотрятся. Я, пожалуй, ребята, отменю. Мне это все не нравится. Так. Ну, давайте еще раз дадим задание. Потому что волосы как-то прям в лицо Поли впились. Давайте еще раз выполним действие рисовать по фотографии. Может быть, в этот раз так-то текстуры не так будут жестокие. Или все-таки так же. Ну, давай, обними ее. Нормально. Нормально. Чтобы только волосы не в глаза, не в нос. Ну. Блин. Сейчас опять, короче, фигня получится. Ну, что же это за прическа-то такая? Прическа, на самом деле, у Эйприл красивая. Но как-то она слишком прям заходит Поли в рожицу. Опять будет фигня. Ой, жалко. Так. Почему не поднимается? Вот так. И... Ну, нет. Не нравится мне это дело. Наверное, я их, ребята, сейчас просто поменяю местами. Ну, что ж. Приходится жертвовать многим. Приходится жертвовать нашим временем. Так. Давайте мы поднимем. Пусть встает Эйприл, пусть встает Поли. И они, наверное, поменяются местами. Я думаю, что если Поли и Эйприл сядут, ну, на другие, как бы, края дивана, то все будет нормально. И такого уже не произойдет. Так. Выполним действие опять ласкать. И дадим Глории задание, чтобы она рисовала по фотографии большую картину. Ну, давай, обнимайся. Только, пожалуйста, с волосами там, чтобы без шуточек. Ай, блин. Ну, что ж такое? Вот, знаете, вот с Дарреном и с Докласом сразу у меня картинка нормальная получилась. А тут все никак не получается. Ну, сейчас вроде должно быть нормально все быть. Давай, Глория, рисуй по фотографии большую картинку. Все. Ну, капец. Они опять, походу... Ну, что же это такое? Они опять сидят не так, как я им говорила. Я не знаю, ребят, что делать. Мне не нравится эта фотография. Ну, что ж такое? Не, я отменяю. Ну, это ужас какой-то. Ребят, вы что, с ума сошли? Ну, встали. Быстро встали и поменяйтесь местами. Я ж вас спросила. Ой. Ой. Все. Ой, блин. Ну, как же так? Ну, как быстро? Я не ожидала, что Даррен умрет в этой серии. Я ждала, конечно же. Я понимала, что очень и очень мало времени осталось. Подготовка к игре в подковы довольно вкусно. Ой, боже, ребята. Давайте, наверное, все у него из багажа сейчас вытащим. Давайте отдадим все кристаллу, потому что у кристалл, в принципе, вообще ничего нет. Потому что у остальных бардак. А, вот детальки можно отдать Дастину. Блин, ну как он? Чего он в этой серии умер? Я думала, что он еще поживет немножко. Я не знаю. Ну, блин, это обидно. Он еще должен был пожить. Так, я, наверное, ребят, сейчас на паузе все поотдаю другим симам. Потому что фотографии... А мы можем все вместе их передать? Фотографии? Да, пачку целую. Да, все, мы передали фотографии. И потратим его баллы счастья. А баллов счастья у него мало. Блин, ну почему? Ну почему в этой серии? Боже мой, маленький Даррен. Маленький-маленький. И уже такой совсем старенький. И вообще уже и смерть идет. Так, давайте на 500 баллов счастья мы купим решение настроения. Нам нужно это зелье. Тоже его кристалл отдадим. А потом положим в ванную на тумбочку, на полочку. Все, я вытащила все, что у него есть. И я вот даже не знаю, ребят, просить у смерти второй шанс или не просить. Потому что если я попрошу второй шанс, то он все равно, во-первых, ненадолго. А во-вторых, если я не попрошу второй шанс, то мы сможем зачать ребенка уже сегодня. Но сегодня точно нет. Потому что после такого я не хочу. Для Кристалла Дастина. Ой, я не знаю. Ладненько, пусть уходит. Жалко очень. Я его очень любила. Вы даже не представляете. Вот Даррен для меня вот из всех детишек почему-то... Вот я его только одного маленьким называла. И не знаю, как-то вот из всех детей, наверное, вот именно вот из детишек маленьких стекеленбургов, он, наверное, как-то мне был дорог больше всех. Именно когда был маленьким. Когда подрос, конечно, уже... Ну, я не знаю, как это объяснить. Мне очень жалко, что мы его теряем. И что он от нас уходит. Но, к сожалению, так должно было быть. И это уже первый представитель четвертого поколения. То есть четвертое поколение потихонечку начинает стареть и потихонечку начинает нас покидать. Пришла скорбить только Эмма. На самом деле, ребят, я не знаю даже, звать всех или не звать. Просто потом у всех будут плохие мудлеты. А я, ребят, хотела, чтобы Дуглас сходил вместе с папой к маме, к Лили, чтобы проведали они ее. Ой, боже, а в доме никто даже и слухом не знает о том, что сейчас происходит. О том, что Даррен умирает. Блин, я не знаю, позвать их или нет. Как-то не хочется, чтобы у них были плохие мудлеты. Но, с другой стороны, неправильно стать свидетелем смерти. Ну, они сами потихонечку идут. Ладно, я думаю, что Дугласу лучше все-таки прийти. Все-таки папа его. Вот, так что мы Симов, скорее всего, позовем. У нас уверенная в себе Глория. Уверенный в себе... Ну, блин, мы можем сейчас у смерти попросить второй шанс. Но я не хочу. Потому что... Не потому что я не люблю Даррена. Это все совсем наоборот. И я же вам говорю, что Даррен, это, наверное, вот самый мой любимый Сим в династии Стыкиленбург. Вот, честное слово, ну, очень он мне дорог. Ну, просто не хочу второй раз смотреть на смерть. И второй раз, чтобы это происходило. В общем, давайте не будем и просить второй шанс. Правильно, лучше пусть вся семья соберется. Как-то нормально с ним попрощаются. Вот. И нормально проведем нашего маленького Даррена. И скоро он присоединится к нашим призракам в склепе. Так, ну я, наверное, ребят, немножечко помолчу. Спасибо. 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 Смерть. Смерть увидела. Но не так, чтобы это ее там до глубины души задело, потому что все-таки не является Даррен ей родственником, а все остальные, конечно же, они родственники, и поэтому очень тяжело им было смотреть. Повезло только Джареду, потому что Джаред у нас вообще находился на работе и этого не увидел. Смерть, иди отсюда. Вот как я не люблю, когда Смерть потом приходит и начинает по дому шастать. Давайте мы как-то Смерть, блин, а как ее выгнать? Я даже не знаю, как, ребята, ее выгнать дружелюбно. Не хочу я с ней дружелюбно общаться, я просто хочу ее попросить уйти. Но такого действия у меня нет. Ладненько, ребят, я тогда на этом буду заканчивать серию, потому что не хочется дальше продолжать уже со следующей серии. Вот, уже будем играть, к сожалению, без Даррена. Но как-то научимся жить. И теперь глава семейства, я даже не знаю, либо Джаред, либо Дастин, либо они вдвоем как-то будут тянуть эту семью. Я думаю, что все будет хорошо. Вот, династия продолжается. Мы сегодня потеряли четвертое поколение первого представителя. Но есть хорошая, как бы, хорошая новость. Это значит, что мы сможем сделать беременный Кристалл. И я думаю, что мы займемся как раз-таки ее беременностью в следующей серии. Сегодня в баре мужской вечер. Не, Карлос, извини. У нас сегодня очень трагичный вечер. И, в принципе, нам никуда не стоит идти. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok